Авиакомпании сокращают количество рейсов. С чем это связано и так ли это на самом деле? Ну это безусловно так, но мы собственно к этому долго и шли. На самом деле вся история строительства нового аэропорта была связана с тем, что действующий старый, точнее уже старый аэропорт не мог принимать среди магистральные самолеты, но и широкофюзеляжные тем более. Мы летали туда только на региональных типах, что безусловно сказывалось и на дальности полета, и на комфорте, но и на себестоимости и цене билета. Поэтому большая работа была проведена для того, чтобы в Саратов наконец смогли проведать среди магистральные самолеты, которые по емкости в 2-3 раза больше, чем региональные типы. Поэтому эффект от того, что авиакомпании перешли с региональных типов эмбраеров и суперджетов на 737-800 или на аэробус 320, он вполне закономерный и это понятно. Это правильно абсолютно, потому что это и дополнительный комфорт, и себестоимость полета. Себестоимость рейса на 320, она на 30% дешевле, чем на эмбраере. Либо на суперджете, может быть, даже еще больше дешевле. Поэтому абсолютно правильная реакция авиакомпании по сокращению часов, но по сокращению емкости полета. На самом деле, с учетом прихода авиакомпании «Победа», емкость перевозок у нас на Москву увеличивается, потому что на Аэрофлот средняя загрузка кресел наставляет 70-80%, а вы знаете, что «Победа» — это совсем другая ценовая категория, и у них загрузка 95%. Поэтому если даже сегодня считать по тем пассажирам, которые улетят, это гораздо больше, чем в действующем аэропорту. А с учетом планов авиакомпании «Победа» по дополнительной частоте ежедневной с октября, мы, в общем, растем процентов на 20%, поэтому мне не очень понятно, откуда этот ажиотаж. Это абсолютно плановая и понятная история. Мы, наверное, к сожалению, открываемся в августе, когда пих вообще перевозок пассажирских. Аэропорту очень тяжело найти свободные самолеты. Многие авиакомпании хотят там летать, мы идем, например, с уральскими линиями. Та же «Победа» была бы готова раньше поставить рейс, но просто не хватает самолетов, что-то понятно. Поэтому с зимнего расписания мы увидим, что здесь пойдет оживление. Вот даже возьмите сейчас, мы только что проводили с вами Анталию. Впервые в Саратов пролетелось два раза в неделю. Совершаются рейсы в Анталию. Все время они совершались на 100-креисе на Мамбрайере. Сегодня это 737-800-185 кресел. Но это совсем другая экономика и совсем другие уже объемы. То есть рейсы на Анталию с точки зрения емкости пассажиров потока выросли в два раза уже с первого дня открытия. Я уверен, что на Москве будет идет то же самое. И важно, что авиакомпании сами подтверждают, что себестоимость рейсов в Саратовский новый аэропорт Гагарин на 10% ниже рейсов в старый аэропорт. Ну то есть, а что может быть еще лучше, если мы с вами смогли создать вот это вот новое качество инфраструктуры, комфорт для пассажиров, безопасность, и еще и снизить для них стоимость перевозки. Но я считаю, что мы полностью все вместе и с федеральным правительством, и с Линдрансом, и с губернатором достигли тот заявок, который хотели. Спасибо. Спасибо.